Привет! Мы с вами находимся в самом центре города, около Кремля, около Красной и Манежной площадей. И здесь, в районах Арбат, от Боровицкой площади и башни Московского Кремля, и до Манежной площади, улиц Охотный ряд и Тверская, проходит Маховая улица. Идет она на некотором защитном протяжении параллельно Александровскому саду, в котором мы с вами уже бывали и о нем рассказывали. Ну а продолжением этой улицы является улица Охотный ряд. С правой стороны Маховую улицу пересекает улица Тверская, Большая, Никитская, Водвиженка и Знаменка. Ну а, соответственно, с другой стороны там находится, собственно, Александровский сад, и дальше там параллельно проходит также Манежная улица. Ну, рядом Красная площадь, Кремль и Москва-река. На улице находится станция метро Библиотека имени Ленин, Александровский сад, Боровицкая, ну и рядом тоже находится станция метро Охотный ряд. Улица на стороннем движении автомобильного транспорта по 5-6 полосам в сторону Манежной площади. Ну, то есть такая очень широкая улица, но движение идет по одну сторону. Длина ее составляет всего около 600 метров. Ну, такая небольшая улица, но здесь довольно много интересных и древних объектов. Ну, и прежде всего, конечно, это корпуса, старые корпуса Московского университета имени Ломоносова. Ну, первоначально эта улица начиналась с пересечения улиц Знаменки и Волконки. В первой половине 15 века в начале этой улицы находился загородный двор Великой Княгини Софьи Витовтовны. Ну, а теперь на этом месте стоит Пашков дом и, соответственно, поблиц Российской Государственной Библиотеки. В конце 15 века пространство между Кремлевым и Моховой было очищено от застройки. В 16 веке здесь был известен Моисеевский монастырь, который стоял в конце улицы, собственно, на нынешней Манежной площади. Ну, наверное, напротив Тверской улицы. В 1665 году в середине Моховой улицы между Возвижем и Большой Никитской на месте уничтоженного пожарного двора князя Черкасского был построен опричный двор царя Ивана Грозного. В конце 16 века двор сгорел во время нашествия Крымского хана. Треская слобода между дворцом и Кремлевым сейчас хранялась до конца 17 века. Ну, а теперь на этом месте опричный двор находится Новый корпусный университет Московского церкви Татьяны, ну и факультет журналистов. В 17 веке на Моховой находились дворы Шуйских, Трешневых, церковь Вестой Ирины, которая была снесена в 1931 году, председатель нового здания библиотеки имени Лея. Также дворы Пушкиных, Прозоровских, Репниных, Морозовых и других знаменитых фамилий. В конце Моховой улицы находилась церковь Георгия на Красной Горке, которая была снесена в советское время в 30-х годах. Ну, сама улица получила свое название в 17-18 веках по бывшей Моховой площади у Троицких ворот Кремля, к которой она примыкала. Ну вот, и на которых располагался торговый ряд, где продавали собственно самов для заделки щели в деревянных домах. Ну, тогда надо иметь в виду, что Троицкий была не каменная, уже послепожарная, да, а, соответственно, деревянная, до пожара 1812 года. Ну и вот, чтобы сохранить в доме тепло, то щели, так сказать, затыкали, да, мхом тогда. Ну, часто, понятно, современные материалы не делают, да, тогда мхом все это делают. Вот такие были. Ну, сначала Моховой называли площадь перед Троицкими воротами, непосредственно там, где торговали как раз, мхом. Берега речки Неглины, которая туда протекала в открытом русле, а не как сейчас в трубе. Вот, здесь теперь расположены задни Манежа, как раз, да, перед Манежной площадью. Ну, а позже назвали и всю улицу, то есть сначала только площадь небольшую, а потом и это название расширили на всю улицу. Касалось 18 века, в участке на Моховой улице стали приходить руки богатого купечества. Откупщик Пашков приобрел в усадьбу Меньшиков и построил главный дом, ныне номер 26, в 1788 году, возможно, по проекту архитектора Василия Баженова, ныне это один из корпусов Российской государственной библиотеки. Пашком пролежала усадьба также на углу Моховой улицы и Большой Никитской улицы, выкупленная в 1833 году казной для строительства Красного здания университета, дом 20. Вот, в 1786-1993 году было построено старое здание университета по проекту архитектора Казакова, перестроено было в начале 19 века архитектором Жильярде, на месте владения князя Репнина на углу Моховой и Большой Никитской улицы. Деревянная стройка Моховой улицы была уничтожена пожаром в 1812 году, на месте Большой Моховой площади было построено здание Манежа в начале 19 века, дом 14. После пожарного строительства относятся усадьбы Шаховских, дом 21-й, 15-го века. В 19-й веке ряд домов на Моховой перешел в государственное учреждение во имя Крумянского музея, это Пашков дом, горное управление, архивы Министерства странных дел, дом Стрешневых на Рышкинах. Настройка улицы в основном сложилась к убежу 19-го и 20-го веков, но и дополнялась уже позже немногочисленными зданиями, таким как дом Российского общества за страхование капиталов и доходов номер 22, начало 20-го века, гостиница Националь, тоже начало 20-го века. В 30-х годах Моховой улицы была реконструирована, ряд старых построек был уничтожен, такие как дом историка Василия Татищева, также комплекс зданий архива Министерства странных дел, и на месте их построено новое здание библиотеки имени Ленина, ныне РГБ. На месте Сергея Георгия возведен жилой дом в Духе Сталинского, Апир, дом 16-й. В 1922 году во дворе старого здания университета были установлены память Керсена Огареву, скульптору Андреева. Бюстол Манусов в основном в 1876 году и пострадавший отрывом бомбе в 1941 году. В 1957 году был заменен новым памятником скульптора Козловского, который ныне стоит перед старым зданием университета. В 1961-1990 годах эта улица называлась не Маховая, а составляла часть пропекта Маркса, вместе с театральным проездом и площадью Охотный ряд. Поэтому нумерация домов в Министерстве начинается с 9-го и 14-го и идет дальше, идет от Тверской улицы к Волку. Вот так, ну, это только такая, может показаться странная нумерация не с первого дома, да, с 9-го и 14-го. В 1990 году этой улице возвратили свое историческое название. В 2016 году улица была реконструирована по программе «Моя улица». Итак, что же на улице находится? На улице мы здесь видим, что жилых домов здесь нету. И здесь есть только одни нежилые строения. Это вот, как и уже до станции метро, Боровицкая библиотека имени Ленина сюда выходит. Сумеченный наземный бестибюль. Вот двухуровневый подземный наземный, который средняя лестница и эскалатор на подъем. Верхний уровень – это аванзал и балкон вокруг лестничного проема. Оба уровня проникают 12 круглых колонок. Стена, где эскалатор проходит, облицована кирпичом и золотыми солнечными лучами. А на противоположной стороне находится майорикой портрет Ленина. Ну, потому что станция библиотека имени Ленина. Ну и, собственно, выходим и тут же видим саму библиотеку имени Ленина. Ну, собственно, сама станция библиотека имени Ленина. Да, тут открыт в 1035 году. Ну, а Боровицка значительно позже. Серые ветки метро в 1186 году. И вот мы сразу видим при выходе из метро отдел рукописи и ряд других подразделений РГБ. Здание под номер 35. Это бывший дом торговца землей недвижимостью Пашкова. Пашков дом. Конца 18 века. С 1839 года здесь находился дворянский институт. С 1861 по 1821 годы Румянцевский музей. И теперь уже в советское время тут находится главная библиотека страны. Тогда государственная публичная библиотека СССР имени Ленина. Ныне Российская государственная библиотека. Библиотека установлена памятью Пёдру Достоевскому. Культура работы Александра Рукавишникова. Установлена в 1997 году. Также мы видим, что на улице находится Центр восточной литературы Российской государственной библиотеки. Ну, вообще, ряд зданий тоже рядом принадлежит государственной библиотеке. Это здание под 06-8, бывшая садьба Шаховский, красильщика в XI веке, в советское время музей Михаила Калинина. На этом месте в начале XVIII века располагалось владение Никиты Золотова. Потом они пришли к его внуку. В начале 1940-х годов в садь принадлежал князю Фёдору Голицыну, который потом продал участок жене старского советника Ивана Эйхлера Ани. В конце XVIII-начале XIX века дом принадлежал князю Павлу Шаховскому. В 1867 году владение разлили на три части, дом 2, дом 4, дом 6. Но теперь остался только дом 6, остальные дома были снесены в 1972 году к приезду американского президента Ричарда Никсона. В 1867 году его купил Иван Бакланов, ректор товарища Купавинской сухонной фабрики. Он взялся перестроить старый дом-усадьбы. В 1868 году архитектур Каминский объединил старый дом и флигели и создал строгий классический фасад с 3 колонным портиком с колоннами пианического ордера. В 1892 году домом Бакланова купила иркутская купщиха Юлия Базанова. На ее деньги была выстроена клиника ушных и горловых болезней при Министерском пункте Московском ферме на Девичьем поле, на этот хомутник. В 1867 году ее финансовое положение пришло, она продавала этот дом. И его купил мануфортур-советник Николай Красильщиков, директор-оспределитель мануфортура Анна Красильщикова и сценария архитлера Дневико, Сравской губернии. В 1820 году Красильщиковы эмигрировали во Францию. После революции в Саняке было общежитие для командировочных, текстильного комбината. Ну а потом его отдали в библиотеке имени Ленина. Здесь расположился институт библиотека Ведния. В 1850 году здание открылся мемориальным музеем Михаила Калинина. Но в 1891 году музей был закрыт по понятным причинам. Все-таки он был советским партийным работником, но теперь здесь находится центр восточной литературы РГБ. Рядом находится книгохранилище РГБ, здание по 06, строение 2, одноэтажное здание, построенное в 2003 году, ну специально для нужных, чтобы книги хранить. И также рядом находится флигель с фрагментом ограды пилона, бывшую садьбу пухтов Кухановых, а потом Марии Пущиной, номер 8, строение 2. На другой стороне, далее за библиотекой имени Ленина, у нас идет здание, принадлежащее в основном МГУ. Это факультет журналистики МГУ, здание по 09, строение 1, конца XVIII века, бывший дом Пашковый, который строил здесь балы, с 1832 года находится МГУ. И вот, как я сказал, памятник Ломоносова находится перед ходом, установлен в 1957 году. Во второй плане XVI века этот участок потом уже входил в состав апричного двора Ивана Грозного. В конце XVII века участок оказался в владении семьи Пашковых. В частности, он принадлежал богачу Пашкову, сыну Денчика Петра I. Для них было построено Петром Баженовым несколько зданий на Маховой улице, в частности, знаменитый Пашков дом, о котором я ранее говорил. Здесь, на углу Маховой Никитской улице, Пашков приказал построить дворец для устроения полу. Ну и стоял недостроенно почти 40 лет, что-то его недостроили. И вот в 1932 году в нем не было окон, дверей и печей, император Николай I поведел купить его для университета. Потому что уже старый университет, который первоначально на МГУ находился в здании исторического музея, непосредственно Красной площади. Но он уже не удовлетворял растущим нужным университетом. И вот решили для него, по приказу Николая I, купить новое здание. Как раз вот этот дом, недостроенный дворец Пашковых. И этот корпус получил название аудиторного. В XII веке получили лекции профессора и историко-филологического и юридического факультета МГУ. Грановский, Соловьев, Шевырев, Ключевский, Тихонрав, Ковалевский и многие другие. На верхнем этаже помечался механический кабинет, который возглавлял Николай Жуковский. Но на втором находился математическое общество. В XII веке в аудиторном корпусе располагается рабочий факультет МГУ РАП ФАРК. Затем, в 1920-х годах, находился факультет общественных наук, организованная с темой историко-этнологических факультетов, факультет права. После окончания строительства высотного здания МГУ на Боробео-горах, тогда на Ленинских, куда, собственно, часть факультетов МГУ переехала. Ну а тут, в 1970-м году, располагается факультет журналистики МГУ до сих пор. В 1837-м годах, во-первых, перестроили корпус усадьбы слева от этого аудиторного корпуса, где у Пашковых располагался манеж, а потом театр. Он был перестроен для обеспечения в нем университетской церкви Святой Татьяны, Небесной Покровительницы Московского университета. Это номер 9, строение 2. В 1913 году на храме был установлен деревянный четыреконечный крест, а на протоник велоснабж, который сохранился до сих пор. Вверх Христов просвещает всех. Деланное древнеславянской вязей. Университетский храм был закрыт в 1918-м году, как только большевики пришли к классе, они открыли клуб, а в 1938-м году студенческий театр МГУ. В 1990-м году была установлена община при церкви Святой Татьяны, долго она боролась за то, чтобы здесь снова открылся храм. И вот в 1995-м году он действительно открылся, и снова церковь была освящена, и с тех пор работа настоящего мира. Также рядом находится психологический институт Российской академии образования, строение номер 9, строение 4. Здание начало 20-го века, начало этого психологический институт при кафе философии Московского университета. И было построено здание архитектора Грибинщикова, стерена классики, как и все другие здания университетского городка. В здании были предусмотрены комнаты для экспериментов, актовый зал, аудитория для семинаров, оборудована столярная мастерская, фотолаборатория, библиотека специальной литературы. Это все построили психологический институт на деньги мецената Сергея Щукина. Занятия начались в 2012-м году, после революции институт сохранил свое предназначение, но название уменялись. Это был Московский институт экспериментальной психологии Российской академии, и науки потом государственные сутки и науки педологии виха техники российского социального инстурук осенской педагогики научиться дис wod talking true технологии научиться нестук общей букетологической психологии академии педагогических наук сср ну и вот современное название скотти во льесть туда сетки академии образования первым директором был чал Filpanov который был такая поставки что двадцать лет по идеологическим соображениям с новой вассен Off ну и в общем Здесь работали много известных философов, такие как Бердяев, Булгаков, Зиньковский, Локс, Лосев, Шестов, Выгодский, Рубинштейн, Леонтьев, Теплов, Ильхонин, Давыдов и многие другие. Но в настоящее время институт работает под эгидой Российской академии образования. Также рядом находится типография журфака МГУ под номером 9 в районе 7. При Иване Грозном здесь как раз находились палаты его опричников, опричный двор, потому что рядом Большая Никитская улица, в которой как раз проходила граница между Земчиной и опричиной. Земчиной правили бояре, а в опричине сам царь. Ну, кстати, типография МГУ, она еще находится не только здесь, по-моему, где-то на проспекте Вернадского, что ли, но вот здесь, а может быть и только здесь, не может быть, а что-то круто, да. Также рядом находится здание фонда, фондов, факультетов журналистики, психологии, искусств и также стран Азии и Африки, и отдела редких книг и рукописей. Здание под номером 10, строение 9, начало 20 века. Это старое здание научной библиотеки имени Горикова, московского университета Емила Моносова, было построено в 1931 году. Новое здание открыто на Воробьевых горах. Рядом находится здание отелей и кафе, но это на противоположной стороне бывшем доходном доме Бертолюбии в общественном снабжении в Москве неимущих квартирами в конце 19 века. В 1941 году в дом попала бомба, в общем-то и все взорвалось, и дом сгорел фактически, устрелевшие части дома, построенного в конце 19 века. Бертолюбие им общество восстановили, кроме средней, которая полностью уничтожила взрыв. Так, из одного дома образовалось два корпуса. После войны в правом корпусе был устроен туалит. Ну а за, так сказать, журфаком МГУ находится фолькет психологии МГУ, здание под номером 11, строение 9, здание тоже начала 20 века, было построено изначально для агрономического института МГУ. В начале 20 века Рафтон был реконструирован в 1940-х годах. До 150-х годов здесь располагался потом химический фолькет МГУ, ну а потом достройки первого гуманитарного корпуса МГУ, как раз на Воробьевых горах, на Ленинских, располагался философский фолькет, а в итоге осталось тут отделение. Психология, ну факультет психологии, да. Вот, он существует в качестве социальных 366 года, в настоящее время имеет один скайфер и пять научных лабораторий. Рядом находится анатомический корпус 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сечина с учебными докторами, деканатом и моргом, занят под номером 11, строение 10. Вот здесь работал анатом Дмитрий Жданов, вот, работает этот анатомический корпус 326-го года. Рядом находится институт Азии и Африки МГУ, здание под номером 11, строение 1, конца 18-го, начало 19-го века, бывшее старое здание МГУ. Перед зданием в 322-м году, я уже говорил, установлен памятник Герценов и Огарева. Здесь работали многие выдающиеся ученые, но в частности академик Владимир Вернадский, также физик Петр Лебедев, философ Иван Ильин, ученый-биолог, биологический кимик Владимир Гулевич, ну и многие другие. Вот. Ну и тут, в общем, дом расположен как раз вот, есть вот, построен такой первый старый корпус такой вот МГУ. В конце 20-го века по проекту архитекта Матвея Казакова для университета. Это как раз, поэтому называется, казаковский корпус еще, расположен в глубине владения, выделен восьми колоннами портиками и венчат куполом. Парадный двор обрамляет боковые крылья со скругленными наружными углами. Постановление главного здания продолжалось в 1819-го года, после войны 1812-го, потому что он пострадал. Друга дела работа руководством Доминика Жильярди уже. То есть, изначально строил казаков, но потом, уже после пожара 1812-го года, здание установил архитект Доминика Жильярди. Ну, в целом, здание новое сохранил структуру старого здания, дворовый фасад Казакова. Ну, он парад на фасаде Жильярди заменил ионический портик на дорический и придал ему больше монументальность. Добавил также руслованный цоколь с львинными масками над окнами. Также был переоформлен актовый зал и пил солнечные часы на фасаде правого бокового крыла. Ну, в советскую эпоху здание практически не изменило внешнего облика, но только в уголом Орла, естественно, заменили на Орден Ленина. Уже другую символику. Сам университет утратил статус императорского, естественно, тоже. Ну, и получил имя Ломоносова. Ну, а его руководство, более частью паутетов, потом переехали в новый корпус здания, построенный в 1913-м годах на Ленинских горах, на Неворобьевых. Ну, в старом здании университета сейчас находится часть паутетов и библиотек. Здесь же находится в этом здании также помимо, соответственно, Института страны Азии и Африки, также и научно-исследовательский институт и музей антропологии МГУ. Вот, и включает в себя, наряду с научно-исследовательскими лабораториями, также отдел научно-музейных фондов и их самой экспозиции. Вот. Основатель этого музея был Богданов. Рядом находится Институт Европы, Российская Академия Наук, здание 1-11, здание 3, бывшее здание химической лаборатории МГУ. Девнадцатого века. В этом здании также находится, к примеру, Институт Европы, еще Клуб Дума и ПАП Сент-Петерс и Сент-Эндром. Как-то да. Рядом находится Институт Радиотехники и Электроники Российской Академии Наук. По номерам 1 с корпус 7 было построено здание для физического института при Московском университете, тоже университетское здание. Вот. И открыт он был в физический институт в 303 году, по проекту Архиектор Буковского строил здание. В нем работали архи-физика Клебедев, Уумов и другие. И до переезда в 303 году университета туда, на Ленинский город, в здании располагался как раз в физический факультет МГУ. Ну вот. Ну а этот институт радиотехники и электроники Российской Академии Наук был, образован в 303 году, как раз когда МГУ отсюда переехал в физический факультет. Ну и занимается он фундаментальными исследованиями в области радиофизики, радиотехники, физической, квантовой электроники и информатики. Рядом также находится наушесительный институт нормальной физиологии. Даня Подроводин, строение 4, конца 19 века. Ну и здесь работал физиолог Константин Судаков, академик Петр Анокин, тоже физиолог. Петр Анок, позволял тут картер нормальной физиологии с 1555 по 1774 год. Также физиолог Иван Арзенков работал, физиолог Иван Сеченов, также физиолог Михаил Шатерников. Здание было построено как физиологический и гистологический институт из Бибария в конце 19 века, как я сказал, по проекту архитекта Буховского, и реконструировано уже в советское время, в 1920-1950 годах. С институтом объединена картер нормальной физиологии первого Министерского университета имени Сеченова. В этом здании также находится Международная ассоциация профилактики стресса, Российский центр профилактики стресса и также Межведовственный научный совет по экспериментальной и прикладной физиологии. Также рядом находится здание Московской городской избирательной комиссии по номеру 11 в районе 8 в конце 19 века. Изначально здание было построено для картера неорганической химии, ранее анатомического корпуса МГУ, в 1877 году реконструировано в 1950-е годы. И не так давно тут была Московская регистрационная палата. Рядом также находится административное здание МГУ по номеру 11 в районе 10, но оно современное уже в советской временной постройке, в 1930-х годах, и было реконструировано в 1990-х годах. Ну и также геологический музей, тоже МГУ, по номеру 11 в районе 11, здание начала 20 века, было реконструировано в 1950-х годах. Это бывший геологический корпус МГУ, и старейший в Москве музей, геологический музей Минивернадского Российской Академии Наук. Когда-то еще берет свое начало от Минерального кабинета Императорского Московского университета. Минеральный кабинет, подаренный промышленникам Гибидго, стал в 1759 году основой первого естественно-научного музея Москвы, музея натуральной истории Московского университета. Ну а поток стал геологическим. Ну и сегодня тут уже больше 300 тысяч минералов, горных пород, окаменелостей. И фонды этого музея создавались учеными, коллекционерами, меценатами 18-20 веков. У них уникальные коллекции, в том числе есть собрание Зимидова, графа Румянцева, графа Строганова, князей Гагарина. И нас в начале 20 веков в музее работали ученые, геологи, такие как Ковалецкий, Павлов, Вернадский, Персман и многие другие. Проводятся выставки, понятно. Ну а далее уже потихонечку появляются такие вот здания на улице, которые не связаны непосредственно университетом и с РГБ. Вот это торгово-офисный центр, здание Павлов 12-19 века, бывшие конюшенные корпуса телового двора, Московской дворцовой конторы с хозяйственной постройки. Далее идет офисное здание, АФК-система, занимает сейчас компания. Вот это когда-то здесь была церковь Георгия Победоносца на Красной Горке, здание Павлов 13. Вот, который сгорел в 1929 году, но была основа построена в камне побожьем. Вот, ну и в советское время, да, потом был храм университетским какое-то время, но в советское время в 1932 году ее снесли. И здесь построили вот современное здание по проекту аркетра Ивана Жалковского, поэтому еще называют это здание Дома Жалковского, вот, в 1934 году, по образцу дворца капитана Веченца, то есть, или итальянская аркетура. Ну и Жалковский считал, что строили жилой дом, но его неожиданно отдали американскому посольству, ну а потом им туристу. Вот, посольство американское здесь было с 1934 по 1935 год, ну а потом приехал на Новинский бульвар, где находится и до настоящего времени. Ну, вот, ну и, соответственно, потом тут находился знаменитый такое турагентство Интурист, да, для иностранцев. Его здание много раз реконструировали, ну и, в результате, здание Жалковского и оригинального, осталось только одна фасадная стена. Ну, последнее, конструкция прошла в 2006 году, уже под нуждой АФК-система, такой, соответственно, уже, соответственно, под офисные нужды. Также рядом находится офисный сервисный центр, в здании бывшего доходного дома купцов Поляковых здания, потом, в 14-м строении 2. Построен был этот дом еще в конце 19-го века, а перестроен уже в 1933 году. Ну, и, конечно же, еще одним очень важным объектом на этой улице является гостиница Националь, здание Патрон-15. Вот, когда-то раньше, на углу Маховой Тверской улиц, располагаясь каменные мучные лавки, вот, в середине 1890-х годов здесь находился трактир Балаклава, ну, а потом уже это владение пришло к Варваринскому акционерному обществу Дом владельцев, которое и построило на свои деньги в 1933 году эту гостиницу, которая изначально называлась Национальная, не Националь, а Национальная. Вот, фасад здания выполнен в сочетании неоренессанса, неоклассицизма с этальми модерна, что, в общем, ну, так, как бы смесь стилит, да, и поэтому имеет здание такой индивидуальный характер. В отделке архитектором использованы природные камни и керамическая плитка, лепнина, а также штукатурка. Главой отец украшал раньше майориковое панно Аполлона Музы, вот, ну, а после революции оно было заменено другим панно, ну, ну, и уже на индустриальную тему, изготовленную на заводе Абрамцева, Савва Мамонта. Дерьеры прожали свои роскоши, великолепие, мраморные лестницы, мозаичные полы, витражные окна, фигуры Атланта, полкипоза, в лифты и роспись, потолку упала, очень красивая, вот, и мебель, очень тоже ценных сортов деревьев. Ну, естественно, были тогда уже и технические новинки, электрические лифты, телефоны, схема права отопления, многие номера были оборудованы ваннами и туалетами. Вот здесь останавливались богатые промышленники, купцы, иностранные дипломаты, ну, сейчас здесь жили Пёдор Шалякин, Иван Бунин, Николай Римский-Курсаков, ну, и многие другие известные люди, но, а уже, так сказать, потом президенты разных стран и члены королевской семьи, известные дети культуры со всего мира, вот, до настоящего времени. А после 17-го года, после победы революции и переноса столицы из Петрограда в Москву, здесь на некоторое время, до переезда Премль, поселились члены советского правительства, и Ленин жил, и Свердлов, и Троцкий, и Тержинский гостиница стала первым Дома Совета, то есть общежитиям для функционеров новой власти, ну, может быть, такой советской элиты того времени. Наста гостиница была возвращена только в начале 30-х годов, тогда же окончательно следилось ее название «Националь». Зани провели ремонт, при этом частично изменили его внешний вид. Долгое время большой популярностью День Терригенции и советской богемы, пользуется ресторан гостиничный, тут очень любили отдыхать советские дети, такие высокопоставленные чиновники. В конце 180-х годов, то есть комплексная реконструкция, еще одна реставрация этого Зани работает, длились довольно долго, закончится только в 1995-м году. Ну, потом проходили еще реставрации, в 2006-м году гостиница получила официальное название «Royal Meriden National», вошла в международную гостиничную корпорацию «Tartwood Hotels and Resorts Worldwide». 2009-го года, после реновации, гостиница «National» носит имя «Luxary Collection Hotel». Ну, по сути, ее все равно все знают как «National», в общем, так ее и называют. Ну, и сейчас тут 206 номеров, в том числе 37 люксов с видом на Кремль. Вот, и есть исторический интерьер, антикварная мебель, предметы жилки, сейприкладного искусства. Ну, еще отмечу также на этой улице здание группы экспертной оценки трудений и печати при РГБ, здание под номером 14, строение 1, это бывший доходный дом Курцов-Поликов, 19-х век, трехэтажное здание, и Кочмата-Разбульба, здание под номером 8, строение 1, ну, когда-то это была советская кафе «Пирожковая». Ну, и построено было в 1262-м году здание, и реконструировано в 1390-х годах уже под современные нужды. Ну, вот видите, какая интересная улица, видите, сколько тут всего интересного, конечно, нет смысла говорить о том, что здесь, конечно, стоит побывать, все посмотреть, конечно, внутрь, естественно, здание там МГУ не пустят, в РГБ, но там тоже пропуска нужны, там попасть, конечно, попроще, чем МГУ, там студентов пускают, а здесь, в общем-то, любого человека, но все равно надо записаться тогда в библиотеку, РГБ, в принципе, записывают всех, но придется записаться там и так далее, то есть тоже не так все просто, просто так не войдет. Ну, а так и в остальные здания, там, конечно, в гостинице тоже просто так. Надо иметь какие-то основания, чтобы туда зайти. Ну, в общем, понятно, что внутрь, конечно, зданий попасть довольно сложно, большинство, по крайней мере, зданий, но оснарушить, если все можно посмотреть, никаких проблем здесь нет. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Кмак. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok